Продолжение следует... 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 Путина просто поздравил, если более точно выразится, Путина в Хельсинки 16 числа, что был блестяще проведенный чемпионат. И теперь ответное слово за Америкой, которая будет через 8 лет вместе с Канадой и Мексикой проводить чемпионат мира. Но еще, конечно, очень важно о том, какой будет эффект от этого чемпионата. Эффект для нас, для страны, для ее внутреннего развития, для развития детского футбола, для использования инфраструктуры. Это, конечно, уже вопрос времени. Здесь будет тоже все вот это наследие чемпионата, которое у нас осталось, его важно будет использовать для того, чтобы и укрепить символы нашего национального единства в стране, и укрепить наш внешнеполитический имидж. Пожалуйста, посмотрите, у нас и детский футбол стал развиваться. Мне даже приятно отметить, я в открытых источниках раскопал такую любопытную информацию, что количество поисковых запросов относительно детских футбольных школ, например, в Сочи увеличилось в 5 раз. То есть раньше как люди знали? Ну да, ну играют в футбол, потому что все прекрасно понимают, спортсмены люди публичные, как живут, на чем ездят, какие фотки выкладывают в Инстаграм. А теперь люди задумались, а почему бы нашим детям не добиться такого же успеха, чтобы страна тоже, так сказать, восхищенно смотрела на них. И вот, например, в Москве даже тоже увеличение поисковых запросов на 50% в Новосибирске в 3 раза. Я считаю, что это вот мы уже начали пожинать такие вот первые еще такие маленькие колоски, но еще в этом плане, конечно, предстоит большая работа, чтобы вот наследие чемпионата мира, его итоги использовать в полной мере. Спасибо большое. Олег Валентинович, Крым особенно чувствует влияние политики на спорт. Наш регион находится под санкциями и в спортивном плане. Все-таки у нас жив футбол, жив спорт. Расскажите об этом. Конечно, как вы знаете, что Крымская весна, весна 2014 года обозначила, наверное, точку притяжения, наверное, уже всего мира. Это наш полуостров Крым, о нем знают все. Событие такое знаковое, статусное произошло. И, конечно же, оно коснулось развития нашего крымского спорта. Республика получила колоссальные вложения с федерального бюджета для развития спорта. К сожалению, после украинского периода наша вся инстраструктура, сказать нашим спортивным языком, наверное, лежала на лопатках. Когда мы с министром спорта объезжали подведомственные все учреждения с Елизаветой Васильевной Кожичевой, были такие даже ситуации, когда футбольные поля в муниципалитетах, в отдаленных районах были распаханы и нарезаны на делы для населения. Но, конечно же, это был вандализм с точки зрения уничтожения спортивной инструктуры. Хотя мы знаем, что в Украине на материковой части открывались и новые спортивные комплексы, строились бассейны, но в Крым эта тенденция, к сожалению, не доходила. С приходом уже Крыма в родную гавань, в Российскую Федерацию, мы получили колоссальные субсидии. Сейчас у нас строится 5 объектов федеральной целевой программы. У нас сейчас действует региональная адресная инвестиционная программа, согласно которой мы строим для детей, для наших, укладываем искусственные газоны, футбольные. Дети развиваются в плане спортивного направления и, конечно же, в спорте высших достижений. В прошлом году мы аккредитовали Крымскую Федерацию футбола. Что это дает? Это дает, в первую очередь, конечно же, возможность нашим мальчикам и девушкам уже приходят в футбол, также заниматься, развиваться в плане. И мы присваиваем спортивные разряды. В дальнейшем мы хотим видеть наших спортсменов. Мы уверены, что период санкций, он рано или поздно закончится, и наши спортсмены будут представлять такой же потенциальный интерес для всех клубов нашей России и зарубежья. У нас есть уже позитивные сдвиги в плане развития детского футбола. Один из наших воспитанников приглашен в Краснодарскую академию футбола и рассматривается на обхождение сборную команды юношеской России. Как вы знаете все, что 2018 год распоряжением главы республики признан годом развития детско-юношеского футбола в республике Крым. Колоссальный вклад в развитие спорта номер один в футбол. Во все времена и во всех странах был спортом номер один. Уделяет большое внимание этому наш глава республики, председатель Совета Министров Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Также уделяет колоссальное внимание председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов. Дети – наше будущее. Спорт высших достижений, мы знаем, он не появляется из ниоткуда. Он приходит к нам из массы, и уже мы получаем в дальнейшем спортсменов высшей квалификации, которые, как я говорил, заинтересуют уже в дальнейшем клубы и на российском, и на международном уровне. Очень приятно, что последние события, чемпионат мира, который проходил в городах России, затронул также Крым. Были организованы, конечно, так называемые фан-зоны, наши любители футбола выходили вместе с семьями, болели. Приходили чиновники. Министр спорта активно Елизавета Васильевна подключилась к этому процессу. И всем было очень приятно, когда играла сборная России. Крым болел. Посыл этот шел из Крыма, из наших сердец. И ребята показали, что именно русский дух доказал еще раз, что все возможно, несмотря на скептиков, которые говорили, что да не выйдет Россия из группы. Наши вышли, наши выиграли у испанцев. Но я считаю, что, наверное, просто спорт – это, как мы понимаем, это счастливый случай. Ребятам нашим немножко не повезло. А место нашей команды было реально в финале. То, что сказал Владимир Павлович, были определенные негативные сюрпризы со стороны сборной Германии. Может быть, Аргентина не показала того, на что рассчитывали. Но был и позитивный, наверное, пример, и событие такое, и нюанс, наверное, который оговаривается сейчас. Всего чемпионата – это успех нашей сборной России. Еще раз хочу сказать, что вот этот подвиг спортивный, что сделали футболисты, он, конечно же, откликнется в сердцах всех наших российских спортсменов, в том числе и крымчан. И вот этот посыл русского духа, он будет жить, поверьте, навсегда. Я сам прошел в свое время советскую школу спорта, был сборной Советского Союза по самбо. И когда мы выходили на ковры, наши тренера нам говорили, не забывайте, мальчики, что вы потомки великих победителей. И вот этот дух великих победителей, которые уничтожили фашизм в логове, в Берлине, он живет по сей день уже в следующих поколениях. И я считаю, наша задача уже, как чиновников, этот посыл продолжать, создавать комфортные условия для развития спорта. Еще раз говорю, что пройдут эти все санкционные времена, и Крым задышит уже в полную грудь на просторах российского спорта. Спасибо большое. Ирина Сергеевна, Вы недавно вернулись в чемпионат мира. Взгляд изнутри. Да, так получилось, что... Точнее, поскольку МИР России сегодня являлась оператором городских пресс-центров, которые были организованы в городах, принимающих чемпионат мира во всех 11, и мы, с небезызвестной вам, Татьяной Васильевной Белиской, руководителем нашего пресс-центра, руководили также пресс-центром в Мордовии. 41 день, вот все дни проведения чемпионата, даже несколько больше, мы работали в Саранске. Работа заключалась в том, чтобы показать, что было сделано в регионе при подготовке и во время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Впервые миру была представлена провинция, Голубинка. Я считаю, в хорошем смысле этого слова. Безусловно, никто, я думаю, за границей серьезно не предполагал, что в Москве, в Петербурге, даже в Казани и в Сочи, учитывая, что Сочи все-таки маленький город, но тем не менее с олимпийским наследием, никто, конечно, не думал, что в этих городах по улицам условно ходят медведи. Но то, что, наверное, за пределами этих городов невозможен большой спорт, наверное, думали многие. Вот, в частности, этот миф был также развинчен впервые, мне кажется, во время чемпионата мира 2018. Судя по Саранску, я тем, кто не знает, скажу, что город в 314 тысяч населения, сравним, в общем-то, вполне с Симферополем, в городе есть стадион на 44 900 мест, стадион мирового уровня, и команды, которые там играли, я не хочу преуменьшать или преувеличивать роль какой-то из них, просто скажу, что там играли Перу-Дания, Колумбия-Япония, Иран-Португалия, Панама-Тунис, то есть ни у одной команды не было нарекания. Более того, продолжая тему Владимира Павловича, скажу, что наследие оставлено, конечно, потрясающее. И наряду с обычными болельщиками, вот в частности, из стран, которые я перечислила, например, Саранск впервые за более чем 100 лет посетила член августейшего семейства Японии, это принцесса Японии, я имела честь также с ней пообщаться, это прекрасный, добрый, положительный человек, это искусствовед, которая посетила музеи Саранска, выразила свое мнение, осталась очень довольна этими музеями. Кстати говоря, вот у меня есть свое мнение о болельщиках, которые также… Вот нельзя говорить, что чемпионат мира – это только футбол. Вот прежде чем провести чемпионат мира, например, в Саранске, была полностью пересмотрена культурно-развлекательная программа, в театрах шли постановки, например, Чео Чео Сан специально к игре были приурочены с Японией, и японские болельщики посетили театр. Мне кажется, в театрах случайных людей не бывает, тем не менее, вот так случилось. Ну, всего, конечно, не расскажешь, и это и впечатление от посещения самого стадиона. Мы были на игре Тунис-Панама, болели за Панаму, потому что Панама жила в Саранске, мы их считали также уже своими, они там полтора месяца наряду с нами жили в этом городе. Вот наследие, которое осталось, это… Ну, мы и при более, так скажем, маленьких телевизионных проектах мы потом наблюдали определенный бум на развитие того или иного направления. Конечно же, мы сейчас ожидаем бум развития футбола, в частности, детского футбола. Так вот, по крайней мере, от Калининграда до Екатеринбурга в округах определенных, где работали наши пресс-центры, в частности, и существует такого плана стадиона, мне кажется, очень много, ну, так скажем, места для того, чтобы вот этот самый детский футбол теперь развивался. Конечно же, определенные условия тоже должны быть выполнены, в частности, должны быть и базы, которые, в общем-то, есть теперь, и должны быть какие-то школьные заведения, да, потому что невозможно ребенка просто вырвать и отдать в спорт. Вот в этих регионах, по крайней мере, вся вот эта инфраструктура есть. Работа была настолько проделана глобально, я не могу назвать ни одного направления, мы как раз вот занимались тем, что рассказывали в наших пресс-центрах, о том, какая работа была кроме спортивной проделана. Я не могу, например, назвать ни одного направления, вот из всех нам известных, которые бы не затронуто было при подготовке к чемпионату мира. И прекрасно понятно всем нам, что какое-то, ну, развитие региона невозможно в каком-то одном направлении. Если серьезно развивать спорт, то необходимо развивать и все остальные направления. Вот что, собственно, и было сделано, мне кажется, вот при подготовке к чемпионату мира. Вот если говорить, мы готовы к буму по развитию, дальнейшему развитию футбола, мне кажется, страна готова. Но не менее, конечно же, важны вопросы имиджа страны. Еще раз повторю, провинция была представлена настолько хорошо, настолько интересно, настолько вот нам еще посчастливилось побывать, например, в Нижнем Новгороде, также в пресс-центре. Я бы даже хотела сказать, что такое место было уделено именно вот тому, чтобы была показана проделанная работа. Например, пресс-центры все располагались в знаковых каких-то помещениях. В Москве это был Дом Советов, в Нижнем Новгороде это был Нижегородский Кремль, там, где я работала, в Саранске, это был национальный театр, где около 10 лет назад, например, встречались президенты стран, в которых проживают народы финно-угорской группы. Это Россия, Венгрия, одна из прибалтийских стран тогда не приехала, и Финляндия. Ну, собственно говоря, рассказать всего невозможно. Если какие-то вопросы будут, так же готова ответить. Мое отношение к футболу было просто пересмотрено, а мой мир уже не будет никогда прежним. Вот это я точно могу сказать. Спасибо большое. У нас есть вопросы. Наталья, первый ряд. Представляйтесь, задавайте вопросы. Наталья Гаврилева, Крымское эхо. У меня два вопроса, если можно. Первый вопрос. Вот о влиянии последнего большого спортивного события чемпионата мира на внешнюю политику, как бы понятно, известно. Тут нам все центральные телеканалы на уши сели, мы все видели, все слышали, понимаем. Очень радуемся, что это были совсем другие болельщики, нежели в других странах. А меня больше интересует, а каково влияние на внутреннюю политику? Есть ли это влияние? Кроме того, как Ирина сказала, что моя жизнь теперь будет другой, моя жизнь тоже будет другой, никогда в жизни не смотрела футбол, сейчас, так сказать, запереживала. Но это не политическое влияние. Вернее, если и политическое, но политическое, оно же должно во что-то вылиться. Это пока только личные переживания. А вот в чем вот это? И второй вопрос у меня про Усика будет. Не знаю, кто из вас ответит. Мне бы хотелось знать у вас обоих мнение, кто такой Усик для Крыма, для Украины, для России. Спасибо. Спасибо. Первый вопрос о влиянии на внутреннюю политику. Владимир Павлович, Олег Валентинович. Давайте, можно я начну ответ. Но вы понимаете, что все мы ждем, вся наша спортивная инструктура, наши детские, юношеские спортивные школы, где открыто отделение футбола. Мы ждем с 1 сентября колоссального притока наших мальчиков. Это в первую очередь. Мы понимаем, что все они с папами, с мамами смотрели. Мы очень многие видим уже, да, глядя в наши дворы, какие футбольные майки они носят уже. Наверное, Месси уже не так часто видно, а видно. Дзюба, да, мы видим майки там появляются с фамилиями наших игроков сборной России. Наверное, вот этот посыл вот этого чемпионата мира в нашей семье, я еще раз повторяю, я всегда говорил и буду утверждать, что кузница кадров – это семья, это ячейка нашего общества. И когда малыши приходят и чувствуют поддержку своих родителей, бабушек и дедушек, они с гордостью носить герб, я советского Союза оговорился, носить герб страны, в которой вы живете – это большая честь. И когда эту любовь прививает спорт нашим детям, через эту любовь, через наш спорт, они привыкают к своему государству любить, ценить и защищать, вот это, наверное, является той внутренней политикой. И это сделала, я еще раз повторяю, наша сборная России во главе с нашим тренером, с нашим президентом. А я еще раз, как всегда, напоминал и говорю, что наш президент Владимир Владимирович Путин – это мастер спорта Советского Союза по борьбе с самбо и дзюдо. Это патриот. Спорт – это патриотизм, это во все времена было. Спорт – это визитная карточка региона, это визитная карточка страны, которую представляет спортсмен. Что касается бокса, да, вы задали этот вопрос. Александр – это воспитанник, это наш доморощенный спортсмен, который вырос в городе Симферополе, это олимпийский чемпион Лондона. Сейчас он выступает за украинский клуб, но он нигде и никогда ни одному корреспонденту не говорил, что я из Украины, я крымчанин. В первую очередь я крымчанин. Я не рассматриваю политические вопросы никакие. Он умный, квалифицированный спортсмен, очень такой толерантно относящийся ко всем событиям, которые происходят. Вы видели на пресс-конференции, как он с Муратом Гасиевым вышел, как они обнялись, да. Наверное, в мире бокса очень редко проходят пресс-конференции, когда с такой любовью, с таким уважением друг к другу боксеры готовятся к бою. Мы видели очень часто, с какой агрессией, да, выходили там и Ленокс Льюис против Майка Тайсона. Мы видим, что развитие спорта, наверное, это развитие мира. Да, вот представитель России, представитель Украины. Но очень, что очень позитивно, наверное, для нас, для крымчан, что все-таки прослеживается нить Крыма в этом бою, да. Мы гордимся, что наш воспитанник нашего крымского бокса, благодаря, конечно же, поддержке Крымской Федерации бокса, этот парень вырос в свое время. Мы гордимся его успехами, несмотря ни на что, за какие клубы он в дальнейшем будет выступать. И мы желаем ему только успехов. И мы хотим его видеть уже в супертяжелом дивизионе. И что пояс суперчемпиона будет все-таки за нашим Александром, за нашим Крымом. Да, я бы хотел еще добавить, что Олег Валентинович сказал действительно такой развернутый ответ на оба вопроса. Вот, что касается бокса Усик Гассиев, то все прекрасно мы знаем, что все-таки народы России и Украины это братские народы. И я очень внимательно смотрю за тем, как ведут себя известные украинские спортсмены по отношению к нашим спортсменам. И, как правило, я вижу, что все они адекватны. Они все прекрасно понимают то, что спорт, в первую очередь его главная задача – это объединять людей, а не разъединять. Поэтому ответ Усика на пресс-конференции после того, как он выиграл у Гассиева про украинские, я имею в виду про, в скобках пишу Порошенко, СМИ, они все написали, что ответ Усика об адекватности восприятия вот этой победы в самом сердце Москвы, он может разрушить украинские стереотипы, украинские мифы о российской угрозе. Это очень важно понимать, что спортсмены Украины не видят в нас врагов, агрессоров, оккупантов. Они настроены на то, чтобы в честной борьбе добиваться каких-то успехов, как мы видели на Олимпийских играх 2016-го года, 2018-го года в Пинчхане, когда заворачивались в один флаг. Это было прекрасно. И что касается вопроса про то, как повлияет чемпионат мира на нашу внутреннюю политику, хочу добавить, что мне кажется, что по итогам чемпионата мира у нас появился новый пласт национальной культуры. Это боление. Мы показали всему миру, как мы можем болеть. Болеть по-русски, с открытой душой. Помните, есть у Ильфа и Петрова такое выражение? Упадешь в мои объятия широкие, как ворота. Вот все болельщики, которые приехали, они упали в наши объятия широкие, как ворота. Мы показали всему миру. Мы открытая страна. Мы рады видеть всех. И то, что Ирина говорила, что было в Саранске. Я даже знаю, что, во всяком случае, не уверен, насколько все это будет иметь продолжение. Почетный житель города Саранска Жерар Депардье и его давний друг по кинематографу Пьер Дишар. Они даже фильм хотят снять про город, про то, как там будут дальше развивать спортивные объекты, инфраструктуру. И еще, как повлияет на нашу внутреннюю политику. Да вот уже стартовал чемпионат России по футболу в первом дивизионе. И стадионы в Саранске и Волгограде заполнялись уже почти на 100%. Это вообще доселе невиданное. Там-то по 2-3 тысячи раньше ходило народу на матчи. А теперь это символ нашего единства, символ нашей национальной культуры. Вот это боление, это все передалось от чемпионата мира. И думаю, что это дальше тоже будет влиять на нашу жизнь. И вот одно предложение вдогонку. И если дети сейчас будут играть на подобных стадионах, а это, конечно же, будет, мне кажется, это уже дорогого стоит. Одно дело играть на стадионе, который был построен 30 лет назад и, в общем-то, без какого-то вложения. И другое дело играть на стадионах мирового уровня. Спасибо. У нас есть еще вопросы? Рия, новости Крым. Алексей Генчаров. У меня тоже два вопроса. Будет один к Владимиру Павловичу и к Олегу Валентиновичу второй. К Владимиру Павловичу вопрос. Вот если оценивать перспективу именно футбола в Крыму, уже говорили про то, что санкции действуют, и во многом из-за этого не может у нас футбол развиваться, то все-таки в турнирах под ГДРФС участвовать не могут. Все-таки, по вашему мнению, какие-то пути из этого даже застойного состояния крымского футбола есть ли, на ваш взгляд, каковы перспективы? И коллегу Валентиновичу вопрос. Понимаю, может, еще немножко рановато, еще целых два года, но все-таки по перспективам выступления крымских спортсменов на Олимпиаде в Токио уже какие-то есть понимания? Какое-то спасибо. Спасибо, я отвечаю на ваш вопрос. Буквально за несколько минут до пресс-конференции мне посчастливилось побывать в Крымской Федерации футбола. Я действительно там для себя узнал много новых вещей, потому что, знаете, взгляд из Москвы, это взгляд из Москвы, каких-то глубинных процессов не знаешь. И вот мне наглядно объяснили, показали, что крымский футбол жив. Да, но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы футболу развиваться, непосредственно игрокам, им не только нужны деньги, им обязательно нужно встречаться, обязательно нужно играть с другими командами. То есть должен быть вот такой вот спортивный обмен. Вот, к сожалению, вот пока вот есть этот санкционный вопрос, сейчас вот он находится только исключительно в политической плоскости. Я думаю, что как поэта, да, у Великого оковы тяжкие падут, темница рухнут, и свобода нас встретит от радостного входа, и братья меч нам отдадут. Я очень, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Просто, конечно, вот до чемпионата мира поднимать вопрос о снятии санкций с крымского футбола, ну, по меньшей мере, наверное, было бы нелогично, потому что Джанни Инфантино и его команда не так много делали для того, чтобы вот, когда речь шла о бойкотах, о том, чтобы лишить Россию права проведения чемпионата, они тоже отбивались, как Томас Бах отбивался от того, чтобы не допустить сборную России вообще на Олимпийские игры в Пьенчхан, и там сейчас вот поднимать этот вопрос, но время настало, да, время настало, и мне кажется, не надо ждать, пока теперь пройдет чемпионат Европы 2000 года, этот вопрос надо вот решать в политической плоскости, но он, конечно, он будет увязан, я думаю, что и с другими санкциями, которые, вот если мы говорим, да, что вот там вот экономические санкции, они как-то сыграли в нашей жизни какую-то там позитивную роль, даже так, да, то есть там импортозамещение пошло, что-то научились делать своими руками, начали использовать какие-то принципы там внешней торговли, то есть продавать в первую очередь то, что умеем делать сами, а стараться купить то, что не умеем, вот, то здесь в футболе такого, к сожалению, быть не может, вот приходится пока вот перебиваться вот только так, вот проведением вот чемпионата Республики Крым, вот так, но этот вопрос, конечно, решаем, но опять-таки здесь вот, ну думаю, что и власти, в свою очередь, они тоже должны взять как бы на контроль, да, Олег Валентинович? Ну, конечно, конечно. Олег Валентинович, к предыдущему вопросу, вы согласны с тем, что у нас, вот как коллега выразился, застойное состояние в футболе, или все-таки в этих санкциях можно найти и плюс? Я бы вам не сказал, что у нас застойное состояние, у нас проводится внутренний чемпионат Крыма, по взрослым, да, командам, и также у нас по юношеским, ищется формат взаимодействия, уже с материковой частью выезжают команды на материк, играют во всероссийских турнирах, понимаем, что мы не можем пока играть, быть представлены в чемпионате, внутреннем чемпионате России за санкции, но то, что команды играют, взаимодействуют, благодаря, опять же, я говорю, Крымскому футбольному союзу президент Юрий Александрович Витоха и нашей Крымской региональной федерации футбола президент Сергей Александрович Бородкин. Движение идет вперед, я вам скажу, вперед и вверх, я бы сказал так, что, поверьте, когда министерство наше располагается на территории стадиона «Локомотив», это центр спортивной подготовки сборных команд Крыма, когда мы приезжаем на работу в 8 утра, мы видим, даже сейчас, в данный период, как тренируются футболисты. Практически там боксеры в отпуске, тяжелая атлетика в отпуске, малыши, я имею в виду, да, и подростки, футболисты приходят. Вот этот посыл чемпионата мира, он живет и сейчас. И они плавно перейдут уже в учебный год, и мы это все увидим уже, поверьте, будет, ну, приток детей будет колоссальный, я думаю, в три, если не больше, увеличение количества детей будет. Что касается выступления наших спортсменов, да, на грядущих олимпийских играх в Токио, ну, наверное, было бы неправильно называть сейчас фамилии, чтобы этот груз ответственности не ложился на спортсменов. Я скажу, наверное, по видам спорта, по федерациям. У нас очень достойно проходят чемпионаты России, по некоторым видам спорта, в частности, легкая атлетика. Сейчас у нас четыре серебряных медали привезли наши спортсмены. Это все спортсмены, члены сборных команд России. Определять уже состав будут, конечно же, главные тренера Министерства спорта Российской Федерации на Олимпийские игры. Но мы рассчитываем, что два-три человека будут представлять легкую атлетику на Олимпийских играх. Пулевая стрельба. У нас есть достойные ребята, которые были чемпионы Европы. Сейчас они будут рассматриваться на выступления в чемпионате мира. Также рассчитываем, около двух спортсменов должны быть представлены в Токио. Что касается спортивной борьбы, мы, наверное, стараемся, и как бы президент Федерации Джамал Владимирович Джангабегов об этом говорил. Хочу отметить, что почетный президент Федерации спортивной борьбы это глава Республики, председатель Совета Министров Сергей Валерьевич Аксенов. Колоссальный вклад личный и его заслуги в успехе выступлений наших борцов. Спортивная борьба идет семимильными шагами. По всем возрастам мы имеем членов сборных команд России. По юношам, по юниорам и по взрослым. Также мы надеемся, что будет и греко-римская представлена борьба, наш представитель в Токио. Не исключаем, что вольная борьба будет представлена и женская. У нас есть достойная воспитанница, она сейчас, у нее параллельный зачет, Крым-Санкт-Петербург. Про бокс хотим сказать. Да, у нас есть двукратный чемпион России. тут не сказать фамилию я не могу, это Вадим Кудряков. Это лидер сборной России и мы надеемся, что и желаем ему успеха, чтобы он в подготовительном этапе без травм прошел и мы надеемся его увидеть на Олимпиаде в Токио. И желаем ему даже, чтобы он достойно выступил. Буквально 26 числа, это уже у нас завтра, будет выпуск юридического института филиала Академии Генеральной Прокуратуры. Вадим заканчивает этот филиал. Нам очень приятно, что наши спортсмены учатся не только в профильных вузах, но и в таких вузах, как Академия Генеральной Прокуратуры. Что касается велоспорта, мы не исключаем, что возможно один участник может быть будет рассмотрен. в принципе пока что наверное говорить о тяжелой атлетике мы не можем. Мы считаем, что с учетом наших санкций, ну это в принципе если по вот этим видам, о которых я сказал, мы будем достойно тогда представлены. Около пяти спортсменов мы должны увидеть в Токио, в Республике Крым. Сейчас министерство сделало акцент, мы уже работаем два года в этом направлении, мы возвращаем те традиции, которые были со временем наработаны еще советского периода и те виды спорта, которые традиционно развивались, мы отдаем приоритеты, приоритеты финансирования в этом направлении и мы получаем результаты. По неолимпийским видам, конечно же, у нас также есть достойные выступления. Буквально недавно у нас приехала Ольга Давыдко из Тайваня, стала чемпионкой мира по СУМО и в личном зачете и в составе сборной команды России. Это очень достойный результат, была повержена не сборной Японии, сборной Украины в том числе. Но это говорит о многом, наверное, что и олимпийские виды мы развиваем, и, конечно же, отдаем дань уважения не олимпийским видам, и технические виды стараемся подтянуть. К сожалению, бюджета не хватает всего. Мы глубоко дотационный регион, но если мы правильно сакцентируем внимание, в нужных направлениях мы получим достойный результат. Наверное, ярким еще раз хочу сказать, подрезюмируя свой ответ, ярчайшим результатом является выступление наших легкоатлетов, спортивной борьбы, боксеров. Джудаистка у нас достанка. Про джудаистку я, наверное, это мой вид, который в профильной федерации. Виктория Байдак у нас есть, такая девушка, которая у нас и чемпионка Кубка Европы, и сейчас призер Кубка Европы. Также она рассматривается на участие в Олимпийских играх. Спасибо большое. Я знаю, у нас есть еще вопрос for post, Наталья. А, хорошо. Вопрос есть у меня. В условиях информационной войны чемпионат мира может стать таким аргументом в нашу пользу? И вот, Владимир Павлович, как к журналисту тоже вопрос. Как к журналистам можно это использовать для того, чтобы итог был не только сплочающий страну, а итог у чемпионата мира был и аргументом вот в этой холодной информационной войне? Я думаю, что после того, как болельщики со всего мира приехали и посмотрели, независимо от того, какая теперь будет пресса в той же Великобритании или Соединенных Штатах Америки, переубедить в обратном их будет трудно. Если написать про то, скажем, что опять русские болельщики сейчас могут кому угодно набить морду на улице, будут выгуливать медведей, по утрам уже вряд ли в это кто-то поверит, как пугали перед чемпионатом мира. Но я думаю, что сейчас против России, против российского спорта информационная война, она продолжалась, продолжается и будет продолжаться. Поэтому мы, что называется, должны всегда держать ухо востро и сами создавать информационный фонд такой вот, рассказывая о том, как развивается наш спорт. не только футбол, а вот, например, спорт в Крыму. Такие вещи, которые для, скажем, зарубежных граждан, они как-то недоступны. И если это будет происходить, то тогда в наш адрес нападки, если и будут проходить, то они не будут иметь максимального эффекта. Вокруг нас и топинговые скандалы, и недопуски. То есть вы считаете, это все будет продолжаться? Да, естественно. Да, я считаю, что все это будет продолжаться, потому что это одна, так сказать, сплоченная схема действий против нашей страны. Это вот, если конкретно брать Россию, которая оказалась в кольце недружественных противников, противник апреля не может быть другом. Я вообще считаю, что в России надо создавать спортивные специальные институты, которые должны будут противодействовать, во-первых, этому как, но, может быть, этот вопрос больше где-то лежит в юридической плоскости. Плюс активнее надо делать так, чтобы в международные спортивные организации попадали наши представители, попадали представители нашего спорта, имеющие авторитет на международной спортивной арене, которые знают английский хорошо, которые могут на равных общаться с международными спортивными чиновниками. Вот, например, Евгения Медведева, наша блистательная фигуристка. Вот примерно, если такие люди будут работать в международных спортивных организациях, которые могут на равных аргументированно донести правду о нашей стране. Но, понимаете, все-таки вопрос допинговых скандалов, это уже вопрос как бы не спортивный, это вопрос сугубо политический. Сейчас уже, ну, так, если можно выразиться на носу Олимпийские игры 2000 года в Токио, там тоже масса нерешенных вопросов. Во-первых, не восстановлена в правах наша Федерация Легкой Атлетики. Вот, это легкая атлетика в медальном плане это очень весомая составляющая медального зачета. Вот, не восстановлена в правах Паралимпийский комитет. Вот, я думаю, что там Томасу Баху тоже еще придется много работать над этим. Там проблема в этом плане, они, не думаю, что они все будут сняты в ближайшее время. Ну, вот так как-то. Спасибо, Ирина. Буквально тоже несколькими фразами продолжу. Так как работать пришлось именно с журналистами, я скажу, что болельщики действительно были настроены очень позитивно, а журналисты были верны себе и искали порой негатив даже там, где его не было. Например, вот японские журналисты спрашивали, почему, если отстроен новый аэропорт, почему же работает задействованный старый терминал. И, в общем-то, приходилось рассказывать, что для того, чтобы разрулить некую там казусную ситуацию, старый терминал просто-напросто задействован. То есть журналисты как журналисты. И, действительно, я считаю, информационная война она далека от завершения. По крайней мере, какой-то информационный не война даже может быть, а какой-то информационная позиция. Вот она как была у журналистов разных стран, такая своя обособленная. В принципе, наверное, так еще долго очень будет оставаться. Мне очень жалко, что сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, но чисто спортивным показателем она не вышла из группы, как раз проиграв хорватам, которые потом вернули должок, когда Вида сказал славу Украине. Так вот, украинская телекомпания Интер, которая владела правами на трансляцию матча чемпионата мира, она направила своих журналистов во все города, где проходили матчи. если бы еще сборная Украины играла бы, то все бы и болельщики украинские, которые наверняка бы приехали, и журналисты, они все бы увидели, журналисты так, видели, как проходит чемпионат мира, и наверняка бы потом они бы рассказали там у себя дома, что никто, никого не собирается тут убивать. Это, кстати, вот такой очень важный момент. И то, что на Украине раздавались призывы, то, что надо бойкотировать трансляции, отказаться от них, я еще скажу, что это просто невозможно, потому что если страна является правообладательницей, то она тогда обязана в полном объеме все транслировать, потому что подключены интересы спонсоров, международных спортивных организаций. Вот в этом плане такая еще ремарочка. Олег Валентинович, и Крым готов к этому информационному шуму вокруг спорта. Вот достаточно многое делается, но в любом случае мы понимаем, какие будут аргументы. Мы как представители индустрии спорта хотим сказать Ирина Сергеевна, что мы только испытываем позитивные чувства и к нам, и у нас взаимно, к вам, к корреспондентам, ко всем. Мы не видим никогда, что нас негативно освещали, у нас такой идет посыл, мы все вместе. Ведь успех спорта, он же не зависит только от тренера и спортсмена, он зависит в колоссальном всеобщем формате движения вперед. Это и от главы республики, и от глав муниципальных образований, конечно же, и министров, причем не просто министерства спорта, мы взаимодействуем и с Минздравом, и с Минобразом, и с другими министерствами, с экологией. Везде, где говорят о спорте, все улыбаются, все стараются стать ровно, осанка, чтобы была спортивная, понимаете, это не может не радовать. Ну, а что касается, допустим, освещения негативного в другой плоскости, древние римляне когда-то говорили, что враг убит не тогда, когда он повержен и закупан, а когда он начинает работать на тебя. И вот когда переформатировать этих корреспондентов, которые пытаются вас укусить, показать им позитив, то наверняка все мы люди, и они в том числе, да, которые работают по заказу, желтая пресса, как вот творится на Украине, ведь многих ребят, которые обнявшись на Олимпиаде, стояли с нашими россиянами, они попали под санкции там правительства, кого-то даже дисквалифицировали. Я знаю, что ребята, которые выезжают на чемпионаты мира и общаются, украинцы, с россиянами, их в дальнейшем не хотят вывозить никуда, понимаете, ни на какие соревнования. Но это уже идет политический заказ. Но это зависит, наверное, от уже стержня, уже политической составляющей, там, начиная от президента. Но политики, они не вечны, понимаете. Все это меняется, все, а люди всегда живут все вместе. Все наши дедушки, бабушки, фашизм мы победили в одних окупах. Сидели и украинцы, и россияне, и грузины, и евреи. А если бы все были по одиночке, порознен, фашизм жил бы здесь, сейчас. Но ведь тогда-то мы все были вместе. А вот эта политика, она пытается там где-то найти, это люди, которые возле спорта, а не из спорта. Кто понимает, министр спорта в Украине, это человек не из спорта, я вам говорю сразу. Вот Бубка, это человек из спорта, а кто сейчас возглавляет министр, это наш министр, Колобков, это олимпийский чемпион. Он понимает, о чем речь идет. Понимаете, президент у нас, это мастер спорта Советского Союза. И вот этот формат, он будет жить и продолжаться. Я еще раз говорю, а когда вот сказать и поддержать наш спорт, я могу только, наверное, мы все прошли в спорте, у нас есть свои там определенные постулаты и поговорки, когда тебе плюют спину, значит ты впереди. Понимаете, вот вы все улыбнулись сейчас, когда грызут наших спортсменов, значит мы идем в правильном направлении, значит наши ребята интересуют, да, кого-то, значит, о них можно писать, а я еще раз говорю, что обратите внимание, все во дворах, все мы живем, сколько футболок сборной России на наших малышах сейчас. Ни Роналда нет, да, нет, ни Месси есть, наши ребята, Черышевы, Дзюбы и все-все-все остальные. Вот это основной итог, наверное, нашего чемпионата мира по футболу. И дай Бог, чтобы на вот этом успехе наш футбол продолжился и мы в дальнейшем увидели уже в составах сборных команд России и наших доморощенных крымчан. Ну, в том, что кто-то, например, увидел или там еще взял автограф из детей, особенно у того же Роналда, ничего нет плохого. Я, например, видела, какой был ажиотаж, даже мы не поняли, что случилось, просто вдруг раз и огромное скопление народа, а люди просто ждали, когда команда Португалии выйдет и пройдет к автобусу, чтобы ехать на стадион. То есть ничего плохого в этом, мне кажется, тоже нет, если дети пообщаются с великими спортсменами. В том числе, конечно, и с российскими. По поводу злых голосов. Если собака лает еще громче, значит, делаем все правильно. Караван идет, конечно. Когда мы услышим, что они затихли, значит, что-то не так. Это уже для нас будет стимул двигаться дальше. А когда нас будут продолжать бросать, это с советского периода, капиталисты, поверьте, когда на арену, я же говорю, я прошел через сборную СССР, вот когда мы выходили на ковры, русским спортсменам, советским, глаза прямо не смотрели. Они нас боялись, потому что представители Франции, Бельгии, Италии перед фашизмом упали на колени. А наши деды встали и уничтожили их с одной винтовкой. Остановили эту махину высокотехнологичную, германскую, высокоэффективную, как они считали. И вот этот дух, он живет сейчас среди нас и наших детей. Понимаете? И даже мы, когда приезжаем, многие туристы, когда приезжают, говорят, так они боятся нам глаза смотреть, потому что мы русские. И вот этот дух, русскую стать, ее видно по всему миру. И то, что мы красавцы, вот я говорю о нации в целом, это весь мир видит. Олимпиада показала, да, в Корее, чемпионат мира показал. Сейчас пойдут дальше какие-то фестивали, где будут иностранцы, они это все видят. Как англичане, да, нельзя ехать в Россию, там, вас уничтожат, расчленят, там, и вас больше родственники не увидят. Ну, они же увидели обратный эффект. Как радушно, как все было встречено, девушки в кокошниках, матрешки, все, красота, они такого в Англии не увидят, поверьте. Владимир Павлович, то есть, вы согласны, что у нас поле боя, военные такие действия переместились сегодня в наше мирное время на футбольные поля, на татаме и так далее. Ну да, ну, может, тут уже очень долго уже говорим именно о том, что нашему спорту приходится выдерживать нападки со стороны западного мира, и они будут продолжаться. Но если мы едины, то мы непобедимы. И вся наша сила в единстве. Мы говорили о том, что у нас есть предмет национальной гордости, наша сборная по футболу. У нас вообще прекрасные победные традиции во многих видах спорта. Я думаю, что мы будем развиваться и дальше, и придут новые победы. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Мы заканчиваем работу. Пресс-конференция завершена.